Вчера официально началось финальное, глобальное, закрытое бета-тестирование Таррисленд, и стоит заметить, что компания Tencent добавила в игровой процесс действительно внушительное количество изменений, как нам и обещали в течение последних месяцев. В сегодняшнем видео мы поговорим про то, что изменилось в игровом процессе данного MMORPG, и стало ли лучше, а может быть даже хуже. Однако прежде чем мы перейдем к этой теме, мне бы хотелось вспомнить про моего нового спонсора. В роли него выступает главный и единственный русскоязычный дискорд сервер по этому самому PaxDay. Совсем недавно проект перешел в стадию альфа-тестирования, и уже в скором будущем нас будет ожидать внушительное количество подробностей, которые, конечно же, хочется получить самым первым. Этот канал как раз и предоставит вам такую возможность. Кроме этого, в нем вы можете обнаружить разделы для поиска игроков в группу или гильдию, каналы для классов, а также множество иных веток, которые предоставят вам возможность вести активный диалог с другими фанатами этого MMORPG. Для подогрева же интереса после выхода PaxDay в свободный доступ, местный дискорд канал начнет проводить различные мероприятия состязания между коллективами со вполне себе любопытными призами. Так что, если вы тоже ждете этот проект, самое время перейти по ссылке в описании и стать частью сообщества. Говорят, что ждать игры вместе гораздо веселее. Удачи! Начать нужно с технической составляющей данного проекта. Летом 2023 года в рекомендованных для игры на персональных компьютерах значилось наличие у вас под капотом видеокарты RTX 2060, а также целых 16 гигабайт оперативной памяти. Если последняя в современной игровой индустрии вызывала не очень много вопросов, то с видеокартой были проблемы. Более того, добавляла перечинки не только графическая составляющая, которая явно не дотягивала до требуемых параметров, но еще и проблемы в самом игровом процессе. Таррис Лэнд не мог похвастаться стабильным фпс на высоких настройках. Довеса ко всему, в середине тестирования разработчики внесли техническое ограничение на 60 кадров в секунду, которое было невозможно обойти. Добавляло проблем и анимационная составляющая, ведь персонажи в игре буквально не были способны адекватно использовать навыки во время движения или вообще сопровождать происходящее чем-то похожим на нормальные анимации. Складывалось впечатление, что возможность применения способностей на ходу была введена буквально в самый последний момент, и из-за этого в анимации образовались пробелы, вроде знаменитой лунной походки. Также сомнение вызывало и темп применения способностей, ведь изначально их явно делали существенно медленнее. Это было отчетливо заметно в случае применения нескольких навыков подряд, ведь значительно более длинные анимации просто прервались посреди происходящего. С приходом ноябрьского теста игру явно облагородили. Команда Tencent значительно улучшила оптимизацию игры, и с требований исчез неадекватный критерий к RTX 2060 в качестве рекомендованного, ему на место пришла более уместная и гораздо более скромная GTX 1060, которая есть под рукой у подавляющего большинства пользователей. Изменилось отношение и к настройкам доступных кадров в секунду. Теперь вы можете спокойно и без каких-либо проблем включить целых 120 фпс, что довольно много для игр с мобильной кроссплатформой. Главное же достижение разработчиков, это полная переработка анимаций в игре, благодаря чему открытие различных окон, применение способностей, анимации движения и многое другое, начали адекватно реагировать на команды с вашей стороны. Раньше можно было заметить, что персонажи периодически проскальзывают во время движения в разных направлениях и имеют прочие шероховатости, которые вызывают легкий дискомфорт. На текущий момент все эти проблемы были результативно устранены. Если мы затрагиваем игровой процесс и изменения в открытом мире, а также различные quality of life улучшения, то и здесь разработчики сделали огромный шаг вперед. В первую очередь нужно заметить, что переработка классов получилась действительно достаточно удачной, ведь теперь показатели того же урона в подземельях у всех более-менее стабильны. Для понимания стоит заметить, что автор канала дает себе отчет, что про реальный баланс можно говорить только после достижения максимального уровня. Но раньше на этапе прокачки игроки могли отличаться по этим показателям в 5 или даже 10 раз. Те же самые паладины уничтожали все, что движется, и не имели вообще никакой конкуренции. Теперь стало гораздо лучше, и даже во время прокачки героев можно чувствовать себя более-менее комфортно. В довесок к настолько внушительным исправлениям классовой системы подъехали минорные исправления для сюжетной составляющей. Роликов по ходу прохождения стало еще больше, чем было, раза, наверное, эдак в два. Кроме этого, практически полностью переработали уже имеющиеся задания. Некоторые арки квестов в значительной степени расширили и даже добавили к ним специальные события. Так что теперь условная цепочка А имеет вместо 5 заданий целых 10. В это же время другие, более нудные или менее интересные, еще больше порезали или вообще удалили из игры. Также команда ввела значительное количество побочных миссий, которые позволяют вам получать уровни без посещения подземелий. Раньше, нужно напомнить, их прохождение было буквально обязательным элементом игрового процесса. Сюда же можно добавить и приятные изменения по специализациям. Раньше вам было необходимо вручную переключаться между двумя ветками через отдельное окно. Теперь над иконкой вашего персонажа появилась соответствующая клавиша, которая позволяет сделать это в любой момент буквально одним легким щелчком. Вынесли правки и в репутацию, как и было обещано раньше. Количество ее уровней у каждой фракции в значительной степени увеличили, а сам процесс ее получения значительно упростили. При этом число наград, которое вы можете получить за ее прокачку, стало значительно шире, а поэтому улучшать отношения теперь выгодно. Кстати, немаловажен и тот факт, что теперь это гораздо проще делать, ведь вы можете поднимать уровень своих отношений за счет обычных заданий, где теперь дают очень много репутации с главной фракцией локации. Если мы говорим про подземелья, то в первую очередь нужно обратить внимание на общую переработку сражений с боссами. Пока мы еще не смогли посмотреть весь доступный контент, но та же самая библиотека, которая является первым подземельем, значительно похорошела. Противников между боссами стало больше и битва с ними стала сложнее, однако главное достижение это переработка самих боссов. В них напихали дополнительных навыков, которые ранее в сражении отсутствовали, что делает битвы с ними гораздо труднее, причем даже на героической сложности. Про то, что предложит нам игра в режиме Арканы, так и вообще остается только догадываться. Дополнительно разработчики увеличили количество экипировки, которое вы можете получить в ходе прохождения подземелья. Речь идет не про суммарное число предметов, которые упадут вам в инвентаре, а про число вещей, которые вообще можно выбить. Раньше это практически всегда были фиксированные три элемента брони или оружия. В самых высоких подземельях их было четыре. Теперь их стало от шести до семи, а также появились различные варианты по характеристикам, что добавило некоего элемента случайности. Также разработчики переработали количество различных валют, которые вы зарабатываете за прохождение, а поэтому теперь их стало проще получать, что решает проблему с необходимостью отслеживать сразу несколько источников их получения. И если же мы говорим про крупное контентное изменение, то это конечно же новое событие с разломами в рамках локации открытого мира, а также новый рейд для персонажей 25 уровня. Правда про обе эти активности мы уже говорили в видео за две с половиной недели до выхода тестирования. Кстати, чуть не забыл. Еще одним важным изменением стало появление дополнительного промежуточного уровня сложности в рейдах между обычным и героическим форматом, а также внедрение поиска случайных подземелий. Да и вообще, сама кривая сложности стала менее резкая, поэтому вы не чувствуете резких скачков при переходе из одного подземелья в другое. Подобного ощущения ранее не было, ведь при достижении очередного порога вы начинали ощущать себя в роли догоняющего. Сейчас это чувство полностью растворилось. Сражения с другими игроками тоже получили обновления, и их всего три. Первое заключается в том, что разработчики, как и было обещано ранее, ввели арены в формате один на один. Мы пока еще не успели ее попробовать, но она точно станет доступна на этом тестировании. Реятнее всего, она будет крайне популярна среди игроков, ведь за нее ежедневно будут выдавать 10 специальных наград за участие в сражениях. А значит пользователей нет-нет, да будут принимать участие в этих событиях. Второе крупное изменение, это появление магазина за валюту с полей боя. Теперь вы можете обзавестись приятными предметами, кастомизирующими элементами и многим другим, не посещая подземелья и ограничиваясь сражениями с другими игроками, что тоже можно считать безусловным плюсом. Третий же момент, это введение ранговой системы по аналогии с некоторыми другими MMORPG. Принцип здесь довольно интересный. Заключается он в том, что за победу на полях боя и аренах вам выдают специальную валюту, с помощью которой вы можете улучшать свой титул. Чем выше ваше звание за ПОП составляющую, тем больше бонусов оно дает вашему герою при посещении полей боя и арен. К примеру, за первый тир вы получите прибавку к вашему максимальному запасу здоровья и урона, а вот к четвертому получите значительное снижение времени действия эффектов контроля на вашего персонажа. Как следствие, игра начала вознаграждать пользователей за участие в сражениях, а это нельзя не считать весомым плюсом. Правда, в этой области есть и недочеты. К примеру, на карте сражения до сих пор не появилась возможность отслеживать имена персонажей союзников, а поэтому вы просто не знаете, кто и где находится. Также к весовым недостаткам нужно отнести сохранившуюся проблему с верховыми животными. Если кто-то не знает, отмечу, что на прошлом бета-тестировании, которое прошло летом 2023 года, игроки постоянно сваливались со своего транспорта без каких-либо причин, что приводило к необходимости беспрерывно его призывать на полях боя. На текущий момент и недоработка, и неполадка по-прежнему актуальны. Будем надеяться, что до официального релиза данная ситуация будет исправлена. Если мы говорим про казуальные активности, то в первую очередь нужно заметить, что число событий, сундуков, секретов и прочих активностей в мире стало значительно выше, а награды за них очень сильно увеличили. Теперь выполнение этих задач очень прибыльно, как по опыту, так и по различным наградам, вроде эмблем для приобретения экипировки или даже той же самой репутации. Кроме этого, разработчики представили новую систему профессии, и стоит заметить, что она буквально великолепна. Производство предметов стало существенно более интересным элементом игрового процесса, а специализации добавили вариативности в происходящее. Да, про какие-то сумасшедшие отличия речи не идет, но теперь имеется определенная уникальность, которая делает ваш игровой процесс более сфокусированным и удобным. Появились в Starry Slend и различные дополнительные предметы, которые необходимы для сбора тех же самых стундуков, благодаря чему теперь нельзя просто пробежать по всей карте и собрать все существующие награды. Такая система просто не работает, а поэтому вам необходимо собирать и выбивать специальные предметы, которые раньше в игре отсутствовали. Кстати, сам игровой процесс стал гораздо чаще вознаграждать вас за участие в нем, ведь теперь в нем появился боевой пропуск, который дополняет остальные ежедневные активности. За его задачи выдают очень много приятных наград, которые позволяют довольно быстро и эффективно развивать вашего персонажа, а развивать надо сказать есть что. Начиная с этого бета-тестирования мы получили систему рунных камней, и знаете, это вообще не то, что мы себе представляли. Камни, которые были обнаружены в магазинах за репутацию, оказались какими-то реагентами, которые нужны в профессиях. У автора этого канала еще нет подробностей в этом отношении, а поэтому вы можете написать в комментариях, если уже разобрались. Рунными же камнями разработчики обозвали новое древо талантов, которое вы можете практически бесконечно прокачивать, усиливая вторичные и основные характеристики, а также наделяя своего героя полностью уникальными эффектами. Древо это огромно, и для его прокачки нужен тот самый зеленый порошок, про использование которого мы гадали около трех недель назад. Система масштабная и серьезно усиливающая вашего персонажа, а поэтому ее развитие стало очень важной частью игрового процесса, и что немаловажно, позволило серьезно разнообразить его на текущем этапе. Подняли разработчики и социальный элемент. Если ранее кооперация с игроками была обязательной, то теперь ее сделали опциональной, но существенно более выгодной для всех участников. Так что сборы в подземелья, рейды и на те же поля боя стали гораздо привлекательнее для всех участников. Это можно без труда заметить, в том числе и по нашему русскоязычному дискорд игры, где активность пользователей очень сильно выросла вместе с запуском серверов. Причем значительная часть сообщений теперь направлена на кооперацию. Если вдруг решите заглянуть на огонек и найти себе группу, гильдию или просто пообщаться, ссылка как и обычно будет в описании под этим роликом. Если подводить какой-то промежуточный итог, то можно заметить, что все изменения можно подвести под простую черту. Таррисленд стал значительно более плавным. Раньше игра оказалась какой-то дерганой и очень резкой. Это было заметно и в анимациях, и в сражениях, и в активностях, и в системе прогрессии. Теперь все стало более гармонично и размеренно. Вы постепенно увеличиваете мощь вашего персонажа. Активности теперь вываливают на вас не всем скопом при входе в игру, а постепенно открывая новые функции у вас на панели интерфейса. Все это, безусловно, полностью меняет восприятие игры и, разумеется, в лучшую сторону. Если вам интересно личное мнение автора, то в рыбном рейтинге данное MMORPG явно поднялось. В ходе прошлого тестирования игра получила оценку между Палтусом и Ментаем. Сейчас можно с уверенностью сказать, что это точно Дорадо. До Сибаса или Лосося все еще не дотягивает, особенно если мы оцениваем ее с точки зрения игрового процесса на персональных компьютерах, а не на мобильных устройствах под управлением iOS и Android. Но это все равно существенный прогресс. Tencent, безусловно, заслужила жирнейший лайк и в очередной раз доказала, что держит слово, работая и интегрируя в игровой процесс все то, что обещала ранее. Тем не менее, один момент все еще остается нераскрытым. Стоит ли в таких условиях ждать полноценного выхода Таррисленд? Знаете, ответ на этот вопрос всегда будет очень субъективным, а все субъективное на этом канале мы оставляем на откуп комментариям. На этом я заканчиваю свое видео. Если оно вам понравилось или было полезно, обязательно поставьте ему лайк, а также поделитесь своими впечатлениями в комментариях. Кроме этого, пожалуйста, не забывайте про подписку, ведь она действительно сильно мотивирует меня к скорейшему выпуску нового контента, а лично вам позволяет своевременно получать оповещения о его выходе. Заранее спасибо за вашу активность и до очень скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok